Автобусостроение Автобусостроение зародилось еще на заре 20 века И первые автобусы стали выпускать еще в царской России при Николае II Но этих автобусов было очень мало В основном они строились на шасси таких грузовиков как Рено Потом было несколько пробных экспериментов в компании Руссенбалт Также закупались шасси в Англии Закупались шасси в Германии Но это было еще, как говорится, на заре 20 века Конечно же должен был быть свой автобус И этих автобусов, которые выпускали в царской России Были действительно единичные варианты Все-таки предпочтением было конной тяги Это были конки, которые служили верой и правдой И в 20-х годах еще встречались на улицах наших городов И вот молодая страна Советов тоже встала перед проблемой пассажироперевоза Конечно же автобус стоял на одном из первых мест Траваи хорошо, но на трамвае все-таки надо было прокладывать как контактную сеть, так и рельсы Поэтому автобус выглядел предпочтительно Вы на канале Кузница Тест-Драйва и его ведущий Максим Красильников В 1933 году, если быть точнее 18 декабря этого года Из ворот завода имени Сталина ЗИС выходит первый массовый серийный автобус Советского Союза ЗИС-8, который всем нам знаком по такому знаменитому фильму Как место встречи изменить нельзя Легендарный Фердинанд Хотя Фердинанд, это не совсем ЗИС-8 Это автобус, который выпускался Ренкузом Было такое предприятие И там есть определенные отличия Нужно разглядеть И выпущен этот автобус был в 1960 году В 1960 году для компании Мосфильм И поэтому во всех практически фильмах тех лет Автобусы а-ля ЗИС-8 Это был тот же самый Фердинанд Только который красился Когда надо в цвет хаки Когда надо в красно-желтый В цвета именно автобусов тех лет 30-х Конца 30-х годов К сожалению, в 1933 году вышел первый образец Но серийный автобус был выпускаться в 1934 году И выпускался всего лишь до 1936 года Включительно Выпущена была завода имени Сталина Порядка чуть менее 600 экземпляров Сами посудите Это капля в море Это действительно маленькая даже капелька В море потребностей огромной страны Потребностей пассажирских перевозок Но На помощь заводу имени Сталина Пришло огромное количество авторемонтных заводов По всей территории огромного Советского Союза Выпускались автобусы такие и в Кутаисе И в Калуге И в Харькове Кстати, благодаря техническому клубу самоход Харьковскому нам И посчастливилось познакомиться с автобусом ЗИС-8 Вживую А именно сесть, прокатиться На месте пассажира Посчастливилось также сесть за баранку Этого легендарного автобуса И немножко поуправлять этим деревянным шкафом Потому что по-другому Называть этот автобус я просто не могу Ребята, это кайф Это кайф Выйдем с грязи Чтоб не заляпать Пойдем По полю частично Блин, огромная благодарность Клубу самоход Я получаю массу удовольствия Зеркало у нас там Теперь мы будем разворачиваться Да, автобус архаичен Он деревянный Деревянный кузов обитый жестью Но это были и госты тех лет Тем более автобус ДС-8 взялся не на пустом месте Автобус строился на базе американской машины Фирмы АУТОКА 5С Но со своими изменениями То же самое, как и на всех авторемонтных заводах На просторах бескрайней страны Носили свои изменения И похожих автобусов не было Если, например, взять тот образец Который вы сейчас видите на своих экранах Харьковский автобус красно-желтенький В тех цветах, в которых он должен был быть На улице городов СССР тех лет Этот автобус был выпущен На Харьковском авторемонтном заводе И почему-то, не знаю почему Он шил доми АМО Хотя АМО уже Акционерно-Московское общество Уже в те годы, в 1938 году Просто не существовало На тот момент, когда был выпущен этот автобус Но видно тут История покрыта мравками Не знаю, почему Харьковский авторемонтный завод Выпускал его Под брендом АМО Автобус ЗИС-8 Кстати, кто знает, пишите в комментариях Но факт, есть факт И что самое интересное Этот автобус, который с любовью восстановили Ребята из технического клуба Самоход Он еще в 1973 году, друзья Работал в селе И работал по прямому своему значению Он возил тех же самых студентов На полях Чтобы собирать картошку И другие урожаи местных колхозов Он также и сработал для связки Местного населения деревенского С райцентром Или даже иногда и с областным городом Хотя, я думаю, что в 1972 году Такие аркаичные коробочки Деревянные Были, наверное, нежелательны На улицах больших городов Таких областных центров, как Райцентр Но сам факт Автобус работал И работал он, может, еще долго Но все-таки он устарел На его смену прочленного автобуса И вот он провалялся до 90, друзья Восьмого или 99-го года Пока его не нашли Остатки его, не нашли ребята И через какое-то время Они его восстановили Кстати, этот автобус Единственный на территории Украины В ходовом состоянии А вообще здесь 8 На территории постсоветском Не осталось ни одного в оригинале Все, в основном, эти автобусы Уже восстанавливались Именно не ЗИСовские модели А модели, например, те же самые Атуловские, Ренкузовские Которые чуть-чуть отличались От ТТХ От технических характеристик ЗИС-8 На некоторых была, короче, база На некоторых стояли другие двигателя Как изначально стоял ЗИС-5 двигатель Должен стоять на этом автобусе Ставились другие ходовые Делались более отвлекаемые кузова Потому что в каждом городе А вообще выпускался, если не память не изменяет В осених городах бывшего Советского Союза Такой автобус То каждый завод вносил какие-то изменения Даже не в угоду, например, дизайну Или модернизацию Улучшению его каких-то качеств А в угоду того, чтобы так было проще Например, не всегда можно найти Какой-то штампованный длинный лист На крышу Поэтому в основном Кстати, на ЗИС-8 завода Крыша была презентовая Только покрывалась Несколько слоями краски Поэтому очень быстро Капи деревянных кузов Автобус просто сгнивал Наверное, поэтому Их дожило Даже не только ЗИС-8 ЗИС-8 я ни одного не нашел На просторах постсоветского пространства А именно Всякие авторемонтные чудо Точнее, производство Авторемонтных заводов Еще остались И, да, я думаю, так Порядка пяти штук Уверенно еще Колесят иногда съемочные площадки Иногда какие-то ретро-пробеги Иногда какие-то ретро-слеты И радуют нас своим видом А ведь действительно Да, выпускались раньше автобусы Были то же самое Три автобус Были и яшки автобусы Но их было Мизерное количество Поэтому лично я считаю ЗИС-8 первым Селивым массовым автобусом Который действительно Подарил более-менее Комфортабельные условия Передвижения Обычному горожанину Или гостю Какого-то большого города И что самое интересное Что автобус был настолько хорош Что его продавали на экспорт При этом мизерном количестве Выпускаемых машин Мы умудрялись продавать Еще ту же самую Турцию, Иран Потому что автобус был На то время В принципе На 33-й год Очень современный И какие-то более продвинутые Конструкции Даже такие продвинутые В техническом плане Страны, как США Та же самая Германия Все-таки как Не крути А немцы Не очень Инженерная нация Педантичная По качеству сборки Но Дальше этого прогресса Еще вот этого автобуса И таких же аналогов Как он Прогресс на те годы Еще Вперед не прыгнул Поэтому автобус был Современный Автобус был Хоть и деревянный Но Я думаю Что деревянные Тоже теплые Кстати Вот когда мне снимали Видео Самый теплый Автобус СССР Здесь 8 Туда точно Никак не попадает Потому что Никакой печки Не то что салонной Даже печки водителя Быть не может Поэтому Выдавались Шоферам Баночки Со спиртом Тряпочка Которая Натиралась Лобовое стекло И боковое стекло Водителя Чтобы хоть что-то Лобовое стекло Чтобы не обмерзало И хоть что-то Видеть В зимних Холодных Погодных Условиях Впереди Капота Хотя Я думаю Что все-таки Наверное Эта баночка Со спиртом Уходила Совершенно По другому Назначению А лед Слабого стекла Можно было Царапать И пальцем Друзья Действительно В следующем Году В наступающем 23-м Году Исполняется 90 лет Этому Легендарному Автобусу Нашему Любимому Киногерою Без которого Мы не можем Представить Действительно Очень много Фильмов Особенно Для Даже Людей Моего Поколения Которые Не видели Живую Эти автобусы На улицах Наших городов Не говоря Уже Про молодежь Современную То Я думаю Этот автобус Все равно Благодаря Таким Легендарным Фильмам Он Отложился У нас в памяти И мы будем Его помнить Наверное Всегда На каком-то Генном уровне Потому что В каких Автобусах Ездили наши Бабушки Прабабушки Дедушки Продедушки Друзья Поздравляйте С наступающим Юбилеем Великого Легендарного Трудярного Пассажирского Перевоза Советского Союза Автобус